ну что здравствуйте мои дорогие сегодня перед опять-таки уже традиционно перед выступлениями нашими я вышибайском районе рядом с нами совсем недалеко таратау и вот что я хочу сказать тем кто считает себя там патриотами там или просто любителями родины или националистами либо еще кем-то но не хочет считать себя навальнистом так вот если вам неохота выходить за лёху то почему вам не выйти за тех четырех пацанов которые идут час по уголовному карманскалинскому делу и одного из этих парней сейчас из-за того что его две недели подряд били в пресс-хате он лежит в больнице почему вам не выйти за него хотя бы или за этих четырех парней вообще в принципе за урала байбулатова за его кореша по несчастью нординова данный момент за православным за схемонаха схеме гумена точно не знаю отца сергия у которого отобрали монастырь и посадили сейчас тюрьме он сидит тюрьме в москве сезон номер один да почему бы вам не выйти за это все за сибирь за урал если вы не хотите выходить за навального вы хотите выходите хотя бы за это мы уже наслушались кое-каких личностей которые когда-то нам сказали не надо разделяться мы сейчас ничего не добьемся 7 ноября в карманскалах не надо ехать в итоге после того как огромное количество парней хотела поехать она и она могла решить данную проблему в тот же ту же ночь как это было в тимясово никто туда не поехал ночью и пацанов именно из-за этого пацанов сейчас прессуют это личная месть хабирова всем нам если мы сейчас также как тогда 7 ноября послушаем кое-каких личностей которые сказали что не надо нам разделяться не надо провоцировать потому что это плохо а в чем плохо интересно непонятно поэтому будем сидеть на жопе ровно и не поедем в карманскалы в итоге что происходит пацанов повязали по беспределу и сейчас на них винами и на каждом из них висит уголовная статья а одного из них реально покалечили уже и все это из-за нашего бездействия то же самое но гораздо гораздо хуже будет происходить сейчас с нами всеми в дальнейшем если мы сейчас все за сын и не выйдем понимаете такое происходит в во всем мире по всему миру сейчас такой период буквально полтора два года когда все может решиться в нашу пользу или на наоборот если мы будем сидеть на жопе ровно отмазываясь что мы не навальнистый там мы хрену знаю кто вообще все повернется против нас я отвечаю вы сами удивитесь вы сами просто поразитесь тем итогом 2020 год будет вообще цветочки по сравнению с тем что будет 21 а потом и 22 и главный наш шанс главный шанс не просрать не сидеть на жопе ровно а делать хоть что-то это как та же самая лягушка который барахтала 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 барахтал и в итоге намолотил из себя масло и вылетела из вреда вроде бы совершенно безнадежные занятия то же самое как 15 числа и вроде бы совершенно безнадежное занятие что мы стояли почти весь день на кушта у нас было всего там несколько десятков человек против хер знает сколько народа Мы стояли, это было совершенно безнадежно, но мы стояли и в итоге 16-го пришло еще больше человек, только потому что мы не сидели на жопе ровно и не боялись, поймите вы это. И именно поэтому я сейчас нахожусь здесь, в Ишимбасских горах, рядом с Таратау, потому что вы все должны вспомнить, что мы уже надирали зад этим сволочам, мы уже надирали им зад, причем малым количеством, 15-го и 16-го, огромным количеством, мы уже показали, что мы можем им всем надрать зад, и мы сделаем это еще раз, еще раз, еще и очень много раз, надо будет хоть 100, хоть каждые выходные будем надирать им зад, помяните мои слова. А теперь ответьте каждый из вас лично, себе, за кого он пойдет, если пойдет вообще. Разошлите лучше всего своим друзьям также этот видос и спросите, пойдет ли он и за кого он вообще пойдет. То есть не хочешь ты за Леху идти, так придумай, за кого тебе стоит идти. По-любому у каждого из вас есть за что идти. Даже за тот же самый Баш РТС. Не сидите на жопе ровно. Все у нас произойдет настолько быстро в этом году, что вы сами офигеете. Всем удачи. Спасибо.